Ну тут, блядь, ну что это такое? Это рофл какой-то, блядь, ебучий вот эти вот, блядь, вбросы, на которые бы даже никто не обратил внимания, почему, зачем вы это всё делаете? Я не понимаю, блядь, лайфсамп, что вы за помойка-то, блядь, такая, ну почему, сука, блядь? Ну не то чтобы похуй, но, блядь, мне странно, мне странно вот вся эта хуйня. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Обычно, я хочу подчеркнуть, обычно даже я такие вбросы пропускаю мимо глаз. Даже я, человек, который, знаете ли, за любую хайповую тему, за любой какой-то инфоповод, за всё прочее, он сразу берётся всё это обсуждать, всё это анализировать, выкатывать какое-то своё, знаете ли, официальное, подкупное, неподкупное, авторитетное, объективное мнение насчёт всего этого. Но тут даже я бы, если честно, промолчал, если бы эту хуйню не запостил один из самых популярных. Нет, это вот по подписчикам, если судить, это самый популярный журнал в GTA Samp. Имя ему я называть не буду, он запрещен на всех моих каналах, во всех моих соцсетях, во всём-во всём прочем. Я называю его только в экстренной необходимости, если нужно, допустим, его как-то зачмырить, что-то ещё там прочее с ним сделать. Вот, поэтому этот самый журнал, этот самый паблик и все вот эти, знаете ли, прочие вещи я объективно ебал в рот. Но ладно, ладно, лирическое отступление, как обычно, у нас немножечко затянулось, но кому вообще какая разница, если сегодня у нас такая тема, которая сама по себе, ну, в ней всё понятно. В общем-то, произошло, что на форуме Адванс Ролиплей и на всех вот этих, знаете ли, прочих вещах появился то ли пост, то ли там на стене ВКонтакте этого, на стене на форуме всё это появилось, то ли на стене, там, я не знаю, Васьки появилось. И я не ебу, что, в общем-то, какой-то человек с форума Адванс Ролиплей с ником Маршал Ким Чен Ын предложил Андрюхе Ринга продать ему проект. И вот это вот самое новостное издание почему-то написало, что какой-то чел на серьёзных щах предложил Ринга на форуме купить Адванс Ролиплей за 3,5 миллиона рублей. А, возможно, они так зарофлили, возможно, ещё ж, ну, какие, блядь, серьёзные щи, я вот вставлю вам этот самый скриншот, ну, то есть, ну, он написан, блядь, ну, тут, блядь, ну, что это такое, это рофл какой-то, блядь. И Лайфсамп, сука, я назову эту хуйню, я назову эту помойку ебучую, Лайфсамп опять поддерживает ебучие вот эти вот, блядь, вбросы, на которые бы даже никто не обратил внимания, почему, зачем вы это всё делаете, почему, блядь, нахуя, для чего, что вам это вообще даёт, я не понимаю, блядь, Лайфсамп, что вы за помойка-то, блядь, такая, ну, почему, сука, блядь, почему хуйню, блядь, через которую проход, ну, все, блядь, просто вот так вот глазами пробегают всю эту хуйню и говорят, ну, это долбоёб очередной, блядь, что он там купит-то, да? Вот по его слогу, по тому, как он всё это пишет, можно понять, что чел-то, блядь, рофлит и Лайфсамп всю вот эту вот хуйню поддерживает, чтобы чуваки там в комментах ещё где-то всё это пообсуждали. Ну, ладно, давайте вот просто гипотетически поверим во весь этот вброс и попробуем его как-то, ну, немного хотя бы обсудить, немного его рассмотреть с нормальной точки зрения, да? Потому что то, что я вижу тут сейчас, ну, это, это пиздец, это ебанутая хуйня, блядь, выёбнутая, сука, 60 тысяч подписчиков почти они вот на эти вбросы до сих пор ведутся. Почему, зачем, нахуя, блядь, для чего, я не понимаю. Я, на самом деле, я этого, ну, я не понимаю вообще, блядь, ну, ладно, ладно, ведутся и ведутся, мне вообще, ну, не то чтобы похуй, но, блядь, мне странно, мне странно вот вся эта хуйня. Так вот, дело в том, что чел такой, типа, бля, Андрюх Ринга, ну вот ты заебал, проект как бы в говне, а я, давай, его у тебя куплю, там, ну, не больше, чем за 50 тысяч долларов, там, за всё вот это вот прочее. И, в общем-то, и всё порешаем, и я, как бы, вытащу его из той ямы, в которую он закатился. То есть, такие заявления, чтобы вы понимали, они на форуме не работают. Человеку, у которого есть 50 тысяч долларов, блядь, или даже больше, он напрямую, блядь, пишет, напрямую он, блядь, пишет. Ну, забьём на эту хуйню, может быть, чел, там, у богатых, возможно, свои какие-то причуды, там, всё прочее. Ладно, неважно, неважно абсолютно, вот. И, значит, ну, типа, ладно, ну вот продаст Андрей Ринга ему проект, что дальше-то? Где гарантия того, что эта самая хуйня не закроется? Наверное, потому что нужно окупить деньги, нужно сделать всё прочее. А с чего вы взяли, что вот при Андрюхе Ринга так хуёво, а вот при новом владельце-то будет заебись? Ну, возможно, сам ютубер, которым негде снимать, которым некуда идти, хотя таких, ну, практически нету, все где-то осили. Либо на мега-стабильной Аризоне, либо на арабском Даймонде, либо там, я не знаю, на ещё каких-то вот этих вот всех проектов, серверах, на всём прочем. То есть и у Адвансера или Плей тоже есть свои ютуберы, которые у них там осели. И эти самые ютуберы, как вы понимаете, они не способны поднять онлайн, потому что их попросту, блядь, мало. Не аудитории, опять же, повторюсь, у них мало, хотя и это, разумеется, тоже. Но в целом, блядь, их мало. Для того, чтобы поднять проект, нужно дохуище ютуберов, дохуя, просто, блядь, там, я не знаю, эксель-таблица нужна вот со всеми этими ютуберами, блядь, их штук, 250, 300, 400, 500, 100, блядь. А с рекламной компанией, с рекламной политикой Адвансер или Плей, ну, какие там 200, блядь, человек? Ну что, о чём мы вообще говорим, блядь? Мы говорим про тех менеджеров, которые, блядь, игнорят, да, ютуберов, когда они всю свою работу выполнили. Мы говорим про тех менеджеров, которые вообще, блядь, нихуя ни в чём не шарят, да, я, блядь, я, блядь, я в самом деле не понимаю. Однако, ладно, ну, вот продаст, и, типа, ну, продаст и продаст, блядь, всё. Что тут ещё можно сказать, блядь? При том, что, ну, это фейк, это очередной, это явный, блядь, фейк. Потому что, ну, в самом деле, ну, какие, блядь, посты на фоу, блядь, это полуграмотная хуетень, которая там написана в каком-то, я не знаю, возможно, форумном разделе, ещё где-то там, я не ебу, блядь. Челы поприкалываться решили, блядь, я их, блядь, в самое популярное самповское издание запостил. Я бы понял, если бы это запостил Rockstar, бомбит, там, я не знаю, какой-нибудь Самворл даже, хотя Самворл всегда был охуительным журналом, я не могу поверить в то, чтобы он это всё запостил. Хотя редактор, который там был охуенный, он уже ушёл, и, типа, Самворл тоже непонятно, куда всё это прикатится, катится и так далее. Поэтому, ну, типа, ну, я даже не знаю, блядь, чуваки, ну, о чём тут вообще можно говорить, блядь? Разумеется, я считаю, что нужно уже сменить борозды правления Advanced Roleplay, чтобы какой-то новый чел, у которого, знаете ли, мозги не совсем графоманские, который не совсем такой, знаете ли, помешанный на всей этой хуй, хотя не то, чтобы Андрей Ринга помешанный, он, скорее, не понимает, как весь этот рыночек, как всё это работает, да какие обновления вообще всецело нужны людям, которые вообще играют на вот этих вот всех GTA-самповских проектах. Однако, чё тут ещё можно, блядь? Я и так растянул всю эту, блядь, жвачку, нахуй пойми сколько, блядь, минут, секунд, часов, блядь, столетий, веков. В общем-то, что могу сказать? Заходите на Arizona Roleplay Phoenix, самый лучший сервер самп, но не антидепрессант, чтобы вы понимали. А также подписывайтесь на мои социальные сети, они все внизу, заходите в мой телеграм-канал, там тоже много всяких разнообразных постов, выходит ежедневно, ежесекундно, ежечасно, и да, увидимся тут же, завтра в 20.00, либо немного позже, либо немного раньше, что как бы тоже, ну, не особо то, но всё, пока, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok